привет моделистской братве и кей crazy russian город санценати крутейшего штата огайо еще раз подчеркну почему он крутейший по сравнению к примеру с пенсилвения куда я ездил на прошлой неделе есть интересное видео на канале и кей crazy russian на главной странице 10 шейн пласт канала черный кружок белые буквы там у меня есть бродилка и там я рассказываю свои впечатления так возвращаемся к теме о пайки в основном сегодня про инструменты третье видео будет уже практический момент ребят я покажу как паять несколько примеров может быть даже выпаем постараюсь выпить что-то показать вам я не выпаиваю микросхемы я один раз перепаял транзистор вот но это отдельная тема я думаю сейчас как лучше поставить это может быть даже сделаем стримчик вот эти все инструменты что вы видите это на моем столе конечно в начале будет немножко ну слишком много можно сказать но я практически все использую другие какие-то мелкие дополнительные вещи я не показываю сейчас может быть в дальнейшем теперь я очень рекомендую сходить на канал посмотреть видео про инструменты паша model line прям так пишется я оставлю комментарий и в описании и и паша я надеюсь придет тоже оставить комментарий чтобы к нему прям можно было зайти посмотреть хорошее долгое видео научитесь научитесь он в основном строит модели кораблей но у него тоже есть пенка американская но принцип про инструменты очень четко я почерпнул очень много для себя так ну начнем уберем самые такие не очень каждый день инструменты к примеру джимал если вы хотите такую же к сожалению их сняли с производства есть ну похоже вот это мне очень нравится она аккумуляторная то есть в руке держится классно подсветочка резать сверлить уже просверленные отверстия там металл в основном я использую здесь нет но такой цанговый зажим кстати нужно положить обязательно потому что это вот такой зажим ручная дрелька это тоже она сделана сделана из золота а может из платины сколько было просверлено в основном отверстий для фонарей в американских локомотивах да и не только так начнем с расходников еще раз флюс жидкий либо канифоль канифоль куска у меня здесь нету я использую только вот это все если мне нужно прочистить жало на паяльник я просто выливаю на свой этот на салфеточку и чищу если уж совсем она я за долго очень паял много всего к примеру на макете рельсы паять вот таким паяльником я могу паять рельсы спокойно про ватность и про ваты про мощность это мы поговорим тоже отдельно но хочу заметить это тоже мы оставим на стримчик к примеру этот паяльник питается низковольтным напряжением через команд через центральную станцию или как ее паяльную станцию если вы напрямки включаете паяльник в розетку обычно они не и sd сейв то есть у них может быть статика быть если по эти провода это нормально если по эти микросхемы может ударить статическим напряжением микросхему тоже оставим на стрим так детали далее второй расходник я обычно обычно промываю светодиоды то есть я использую этот четко очень часто и четко отставляем в стороночку чтобы не было такого нагромождения как ни странно этот swiss army knife в основном я использую ну иногда ножик и особенно здесь классная близко когда смотреть на светодиод проверка качества пайки вот с этой лупой в другом свой swiss army knife есть еще когда я езжу на какие-то шоу беру у него есть отверточка встроенная и маленький такой булавочка вот остальное все практически то же самое отсюда я не использую не очень удобная отвертка она может складываться но тем не менее разумеется не надфиль а этот самый в общем набор надфилей и вот этот вот файл напишите сразу мне выскочил из голове напильник напильник будем отставлять сторонку так ну соответственно всякие режущие колющие это сверло мы уже обсудили у меня есть еще другой более мощный exacto knife когда вы режете много всего у него ручка почти в два раза толще пусть это всегда лежит на столе тогда пропустили немножко расходников это шинк тюбинга и каптон тейп есть разные размеры также шинк тюбинг разного размера я не использую liquid tape да где вы помажете там какой-то черный смесь сюда такой липкой прочее такое я не использую если я использую только на моделях которые работают так сказать на улице garden вот эти садовые железные дороги очень неудобно снимать и либо после того как это застынет но это практически намертво снять ее сложно сложно если вы не хотите обрезать куски проводов так далее эта кисточка для смывания светодиодов которые я паяю вы знаете очень часто так теперь ну эти тоже не вечные напали на пальчики для защиты ваших пальцев и для защиты модели чтобы если модели какого-то клиент клиента да и даже нет я свои тоже я использую на пальчики или какие-то перчатки теперь режущие ножницы для обрезания практически всего они он видите даже здесь кусочек каптон тейп набор отверток в основном я использую но это написано марклин но это выхо разного разных на каких калибров да теперь пинцет вы уже видели они в основном для поддержания но заодно уж если кто здесь первый раз зашел смотрит есть еще вот так вот такая штука 3 это как говорится рукав помогает вам если уже локомотиве в основном до или в вагоне есть много проводов вы собираете сказать на заключительной стадии вы поедет держите провода вот этой 3 рукой далее сторонку плоскогубцы разного фасона тоже но у меня здесь в основном вот эти два здесь тоже можно использовать кусочек плоскогубцы вот этих круглогубцы я положил сюда но мы их отсюда заберем очень удобная вещь если вам нужно подвернуть каплеры или сделать такую чтобы винт приезжал самодельную такую ой короче говоря вещь вы сгибаете провод накручиваете запаиваете и вы можете привинтить этот провод корпуса примеру вот такая вещь так другие плоскогубцы мощные томия им сто лет в обед они тоже наверное бриллиантовые другая томия для в основном я использую если мощные провода сделано вообще дизайн самого начала если у вас латунные детальки их тоже вот делать форма разная далее разумеется пинцеты разные для мелких вещей в основном этим я открываю коробки для обзоров увидели но я тоже использую для всевозможных операций так этот микроскопические детали так теперь вот это для снятия по помощь снятия разъемов и как указка тоже потому что если я использую такой инструмент этот защищенный да видите защищенный металл это тоже написано и sd статика не пробьет хотя здесь уже вот есть места но вот палочкой здесь статика не пройдет то есть вы попал снимаете микросхему через вот эти инструменты нежелательно тоже использовать металл но тем не менее статический заряд с вашей руки прям перейдет на элемент микросхемы внутри и все кусачки конечно самое главное вы видели много раз ребят я использую вот такие для очень маленьких проводов тонких промо проводов с покрытием из какого-то полиэтилена который не плавится совсем это если мне нужно использовать даже здесь очень мощные провода я снимаю изоляцию с этим делом так самые рулевые вот американские я купил их на лет десять назад когда у моих немецких сломались вот сверху кусочек но они до сих пор рабочий но самое главное что сломался вот этот механизм возврата здесь просто все вам нужно быстрее резать несколько проводов но это очень удобно чем держать вот таким образом одну ручку но тем не менее ну и самый наш главный смотритель над смотришь над всеми делами и на сегодня все пишите из какие-то вопросы я сделал опросник тоже в сообществе наверно сейчас не очень хорошее время сами понимаете почему написать о проголосовать о том что помогло ли видео первая часть и мне интересно вообще всем я думаю будет интересно тоже как обстоит дела вот с инструментами инструментами и пайкой у вас окей успехов и удачи до свидания